Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому сложно что-то сказать Насчет будущего плана Какой-то цели в лейт выйти Или же это все-таки будет попытка Закончить в мингейме Или там задоминировать в early game Но Рубик это очень интересный пик Опять же он мне нравится даже больше чем пик Шекера У Шекера да, огромное количество дизейблов Плюс фиссура Которую сложно не реализовать Да, бывают конечно косяки с ней Можно отрезать команду от противника Неудачно, но я думаю, что в данном этапе Команды все-таки должны Как-то справиться с этим всем И ждем Очень серьезно задумалась команда из CVC Они явно Не знают, что им добрать Опять же По идее Можно было бы взять какого-нибудь хорошего Хардлайнера Потому что хороших хардлайнеров не так уж и много И я думаю было бы рационально Сейчас попробовать взять его Пока в банах тут как бы их особо и нету Есть Дарксир интересный Есть Клокверк неплохой Есть Бристлбэк, Магнус Да все что угодно есть То есть Вариантов множество Но что именно они возьмут Это конечно вопрос Интервиверно Добирает второго саппорта И посмотрим Опять же два саппорта Есть Дизейбл Есть Замедло Есть Нюк Так что в принципе саппорты неплохие Опять же если взять Ага, Спиритбрейкером пока что отвечают У нас БС БС отвечает Спиритбрейкером И пока что не знаю Может они по принципу Какого-то берут Типа только быков Хотя я не знаю Шейкер наверное того района не бык Но не суть Забанили Дарксира Да, я предлагал Ну Как бы как сказать Не то что предлагал Предполагал Что SCVC могут взять Дарксира Потому что опять же Его не часто отдают Была у них эта возможность Но они его забанили Итак, ребят, всем привет Залетаем мы на просмотр Сегодняшнего А, сегодня даже не фасткап У нас сегодня групповой Групп кап И играют такие команды как SCVC и БС В принципе сложно сказать Что-то насчет команд Я ни разу не встречался С командой БС По крайней мере Не вспомню Насчет профиля Я посмотрел так Профиль у SCVC Немножко побогаче Там и игр побольше И побед побольше Но БС Очень молодая Судя по всему По крайней мере По меркам Старладдера В рамках Старладдера Команда Но смотрим Рубик Винтер верно У SCVC И У БС Пока что Шейкер И Спирит Брейкер В бане мы видим Undine Кончетоперейшн Фантом Лансер Дум Тускар Дарксир И Дазл В принципе Ничего особенного Единственное Интересует меня Пик Рубика Потому что Герой лично для меня Мне очень импонирует Я надеюсь Что он покажет себя Ну не знаю Максимально Положительной стороны С положительной стороны Но опять же Это будет зависеть Больше от игрока Нежели от героя Потому что Рубика В принципе Можно в любом случае В любом случае Этот герой полезный Но его Объем его полезности Определяется Конкретно игроком То есть Либо он будет Фиссуры воровать Либо их от слэма Хотя с другой стороны В некоторых Тактических случаях Украсть фиссуру Естественно На полезне И Ждем Ждем Предпоследний бан От команды SCVC Пока что Не знаю Не берусь Предположить Что это может быть Забандили Невермора Так А что у нас по мидерам Осталась квапа Из мидеров Кстати Которая обычно На расхват Можно было бы сейчас Взять квапу Потому что В принципе Ее пока отдают Можно было бы взять Кто еще из мидеров Интересно остался Это естественно Два саппорта Здесь Возможно два саппорта Возможно саппорт И хардлайнер Опять же Спиритбрейкер По разному себя Показывает По разному себя Реализует Ну я не знаю Я склоняюсь пока что К пику квапы Потому что Почему бы А почему бы и нет А и пока и отдают Почему не взять Потому что герой Естественно Очень жесткий Ну не знаю Задумались Судя по всему Ребята Опять же Не хочется взять Какую-нибудь хрень Но по идее Квапа Зашла бы Очень хорошо Как мне кажется Ага Клокверк Ну взяли Они хардлайнера Что в принципе Не совсем Понятно Лично для меня Потому что Как бы Клокверк Ну клокверка И так бы не забанили И вероятнее всего Его даже не взяли бы Оппоненты Но вот квапу Можно было Забрать себе Но бс Не знаю Неужели и бс Не возьмут квапу Все забыли Про этого героя Или почему В чем причина Вообще Ну ждем Опять же Ждем Как вообще Что возьмет У нас бс Но по идее Ага Дизраптора Добирают саппорта Что странно На самом деле Почему Эти команды Игнорируют Мидеров Потому что Я в принципе Не совсем понимаю С чем это связано Ну да ладно Дизраптор Так дизраптор Отличный Саппорт Естественно Плюс Очень неплохо Будет Либо Спасать кого-то От клокверка За счет глимса Либо не давать уходить Ну не давать уходить Тут в принципе Любому можно Опять же Если ту же квапу Взять То дизраптор Очень хорошо Против нее заходит За счет того Что глимс И статик шторм Это безотказно Практически Ну пока не появится БКБ Или что-нибудь Какие-нибудь Аналогичные Гирокоптер Оставляют керри Судя по всему На сладенькое С CVC Забирают Керри себе Ну и В принципе Достаточно опасный На самом деле Пик То есть Приличное количество АОЕ Есть кому-то Нкануть Есть Герой Который заставит Команду БС Думать прежде чем Юзать скиллы Потому что Можно крайне неприятно Отдать Тот же статик шторм Хаслэм Глимс Фиссуру Незерстрайк Все что угодно Можно отдать И как бы Все это может Закончиться печально Для вашей команды И Посмотрим Опять же Можно Добрать Что у нас У БС У БС Два саппорта И судя по всему Хардлайнер То есть Нужен еще Мидер Который Я поднастаиваю На клопе По прежнему И Керри Из керри Остался Антимаг Например Интересно Джаггернаут В принципе Неплохо Зашел бы Медуза Какая Ну медуза Вряд ли берут Почему-то Я очень редко Вижу Медузу Ее довольно сложно Вот ее как раз Эффективно Особенно в глубоком лейте Но ее сложно Дотащить до этого лейта Потому что В принципе Берут мидера Это виндрейнджер Вот Я забыл О виндрейнджер А все Судя по всему Забыли о клопе Действительно Виндрейнджер Потрясающий Саппорт Но Ой Господи Что я вообще говорю Это мидер Но с уклоном В лейт То есть В лейте Она естественно Съедает моментально Практически Здесь же она В принципе Не съест Клокверка По идее Если не будет У нее БКБ Потому что Клокс Скорее всего Отражатель соберет Ну и гирокоптер Сам по себе Кири Так что Там будут В принципе Они на равных Забанили все Все таки Квин оф Пейн И с лордара Забанили также СССИ Остается мидер Для команды СССИ Я не думаю Что это кто-то Из этих героев Пойдет мид Потому что они В основном Не берутся на эти роли Теоретически Конечно Такое возможно Опять же Я не помню практически Эту команду Ну да ладно Темплар Ассасин Залетает Еще один Герой С теоретическим Уходом в лейт Потому что Темплар Ассасин В принципе Она в смит гейме Достаточно жесткая Но естественно В лейте Она ваншотит В принципе Много кого Здесь в принципе Заваншотить Скорее всего Можно будет Только Дизраптор Потому что Сальные Либо плотные Либо имеют Те или иные Эскейпы Опять же Если МКБ не появится Тут будет Виндран Который будет Естественно Мешать жить И посмотрим Кого доберут Нужен Керри Какой-то путевый Если Виндрейнджер Конечно не пойдет На роль Герри Я такое видел И мне это не понравилось Поэтому Я буду Лично надеяться На то Что это будет Что-то Поинтереснее Чем Виндрейнджер Чем Виндрейнджер Керри Ну и ждем Остается Одна минута Дополнительного Времени ОБС И пока Из Керри Но я его называл Опять же Есть Антимаг Есть Джаггернаут И это Антимаг Да Хороший выбор В принципе Хотя С другой стороны Здесь Темплар Ассансин Здесь Герокоптер Здесь Клокверк Будет непросто Этому Антимагу Опять же На получать Есть от кого Ну Ждем Так Одну секунду Какие-то У меня Какие-то У меня Нехорошие Штуки Я тут заметил Так Секундочку Ну Ждем Опять же Пока Отожмется Пауза В принципе Пока Делать особо Нечего Но Будем наблюдать Что у нас тут Вообще По Лейт Потенциалу Ну С Лейт Потенциалом В принципе Все понятно Я уже Называл его Что Хотя Теперь С появлением Антимага Но опять же Антимаг Эвент Рейнджер Это сильно Конечно Здесь Герокоптер Плюс Винтер Виверна Плюс Темплар Ассасин Так что Я думаю С точки зрения Ухода в Лейт Все таки Это как то Поинтереснее Ну По крайней мере Мне так кажется Как это будет Реализовано Это естественно Самое важное Но пока что Мне как то больше Кажется что Лейт все таки Посерьезней У Кто такие Реск Давайте начнем С этого Почему у них Тег Реск Если они ССС 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 Не понимаю Я как это работает Я не знаю С чем Почему У них Написано Другое Нежели В таблице Довольно Странно Я не думаю Что так Можно Но опять же Это не мое дело Что мне в принципе Все равно Видимо Что Судя по всему Команда БС Планирует забрать Руну на боте И ССС Соответственно Да кстати В смоках Все идут Все кого-то Ищут По идее Можно будет Поймать Здесь товарища Эршшейкера Если он неудачно Повернет А он судя по всему Крайне неудачно Повернул И сейчас тут будет Неприятная Ситу Ситу Йовина Смоки с него А Смоки на нем Закончились Есть вижен Но опять же Догнать уже Не получается Шейкер Ну Спасся Он даже не знал Насколько близок Он был к провалу Здесь Клокверк Мы видим Тоже достаточно интересно Спрятался Но я не знаю Вряд ли его здесь найдут Ну да Естественно Его здесь не найдут Да И топ руну Нас забирают Из CVC Естественно Соответственно Бот руну Так Спалили Клокверка Бот руну БС забирают Естественно Не будет никаких Столкновений За руной Но они вообще Вообще-то Как бы Ничего не приносят То есть Тирании фраги Ничего абсолютно не дадут Ни преимущества По деньгам Ни преимущества По экспе Ну как бы Оно вернее Есть Но оно настолько мелкое Что Как бы Ну сложно сказать Что там какое-то Серьезное преимущество Так И смотрим В миде Виндрейнджер будет стоять Против Темплар Ассасин По идее Оба героя Достаточно серьезные И агрессивные В плане Лейнинга Но Кто лучше себя покажет Я пока даже не знаю У вас первых будут решать Естественно Руки И возможность фарма Но по идее Виндрейнджер Могут возникнуть Некоторые трудности Темплар Как минимум Тоже достаточно агрессивный Герой Плюс У нее есть рефракшн То есть Быковать она сможет Ну Приятно ей будет стоять Как мне кажется На топе у нас будет стоять Шейкер Против гирокоптера Рубика И товарища Винтера Виверны Здесь же у нас Антимаг Спирит брейкер Простите Дизраптор И Стоять они будут Против клокверка У клокверка В принципе Могут некоторые проблемы Возникать Опять же Дизраптор Будет глимс давать Но Опять же Тут достаточно маленькое Количество Дизейблов И видим мы Что серьезно По хп разманиеваются Мидеры И Пока что Темплар Ассасин Проседает Намного серьезнее Чем Виндрейнджер Опять же Возможно Я и неправильно Оцениваю Этих героев Возможно Виндрейнджер Куда более Сильный Мидер Чем мне кажется Но Сейчас мы Это увидим Пытается Прошить Пси блейдс У нас Темплар Ассасин Но она Проседать Начинает Но опять же Вряд ли Ее получится Добить Тут есть Трифракшн В любом случае Если сейчас Не будет Какой-нибудь Серьезно Заряженный Повершот То скорее всего Она не погибнет В любом случае Повершот Должен даваться С такого угла Чтоб не видела Темплар Ассасин Потому что Она сядет Вернее Никуда она не сядет Она проюзает Трифракшн По идее То же самое Должна Знать Виндрейнджер Возможно Сейчас будет Попытка забрать Опять же Я не могу Никуда камеру Перевести Потому что Тут В принципе В любой момент Все может Закончиться фрагом Я не знаю Чего ждет Темплар Ассасин Возможно Ей тупо Надо идти на базу Пытается она Угадать с руной Находит она здесь Только реген На топе Иллюзии Забирает Рубик Естественно Там по ботлу Все еще очень плохо Еще на него Не хватает И на топе Тут На топе Все нормально Да Рубик Немножко нахарасил Пытался у нас Виндрейнджер Но это естественно Вряд ли По идее Можно попытаться Забрать Было Но нужен был Пауэршот Который максимально Заряжен А его не было Иззайд Рефракшн Так Могут быть проблемы Нет Не может быть Никаких проблем У Виндрейнджер Это будут проблемы У Темплар Ассасин Это Ферстблад Да Это Ферстблад Разгон Как бы Глимса нету Так Нандерстрайк Еще Разгон И это Даблкил Отличная игра От Виндрейнджер Отличная игра От ее тиммейтов И хорошее начало От команд БС в целом 2-0 Да Как я уже сказал То есть Еще и даблкил Забирает Виндрейнджер Давайте наверное Хотя нет Мы все таки посмотрим Что тут по фарму 7-9 пока что То есть мы видим Что мидеры Больше сосредоточены На попытках Уничтожить друг друга Нежели На Каком-то фарме Но это и правильно Это интереснее смотреть Хотя опять же Они привязывают нас К миду конкретно Потому что ну Фраг мог произойти В любой момент Так шейкер Проседает Винтерверно Летела Просаживала его по хп Но Отдела с легким испугом Пока что Да Давайте наверное Посмотрим что-то По общей ценности Поэтому Потому что этот показатель Мне кажется Лично намного интереснее Нежели Непосредственно Фарм Ну Как-то мне кажется Что это все-таки Поважнее 2100 Ну да Мы видим что разница В принципе достаточно Серьезная по золоту У нас уже между Темплар Ассасин И Виндрейнджер Так что Виндрейнджер Пока что выигрывает Опять же Крипстат это важно Но отдать даблкил Было грубо Грубо очень Для СССР Ну а насколько грубо И простят ли их за это Это мы сейчас увидим Конечно же Да И на топе тут На топе все нормально Так что Вот такие вот Пироги Пока что Пока что Отличное начало Естественно От БС Два килла Просто Два килла Смешно Два килла Им просто Отдали в миде Это была серьезная ошибка Но опять же Это не факт Что она выльется Эти ранние фраги Практически ничего не дают Да Сейчас она серьезно Отрывается от своего оппонента По миду Но Это не значит Что это как бы уже Серьезно Скажется как-то На финале игры Да Начинает размениваться По хп Темплар Ассасин Опять же Имеет хасту Но размениваться Ей крайне невыгодно В любом случае Победит Виндрейнджер Пока что И я не думаю Что она сам Хотя нет Опять же прошло Только шестая минута Идет этого матча Так что Вполне возможно Все еще Образуется Дизраптор Ну Рубик мог Попытаться его куда-нибудь Закинуть Кстати возможно Это и произойдет Глимс И Рубик должен Закидывать товарища Лол Как он не докинул По идее должен был Но не докинул Дизраптора Рубик И вполне возможно Но опять же Да баш с первого удара Спасибо Еще и шейкер отрезал Это естественно Конец для Да Килинспри Кстати Пауэршотом Застелила нас Виндрейнджер Забирает она Этого самого Рубика Это килинспри Неплохо С другой стороны Если продолжить Видите Виндрейнджер Привязывает Есть мэлт Села На развороте Пытается подраться Но это была Похоже Грубейшая ошибка Или нет Возможно Нет Все таки Потому что Да Гирокоптер вылетает И будем ждать Будем ждать Когда Гирокоптер вернется Ждем Что можно сказать Вообще Насчет Группы То Давайте пока посмотрим Что там за группа Ни с одной из команд Я больше не встречался Только С CVC И как я уже говорил В принципе Вспомнить я их не смог Но Следующий матч Будет достаточно интересным Потому что Там у Их оппонентов Очень хорошая Стата 7 побед 1 поражение Так что Думаю Следующий матч Тоже будет не менее Интересен А я Сразу прошу прощения У меня в самом начале Стрима не было Звука доты Но я надеюсь Сейчас все нормально По крайней мере Так должно быть И ждем Гирокоптера Когда же Этот товарищ Вернется Так что у нас У гирокоптера Кстати По нетворсу Он занимает Третье место Естественно Антимаг Хотя если Антимаг Уже сейчас Формит Лучше чем он Возможно В будущем Это закончится Еще более Плачевно Но опять же Антимаг Это серьезная машина Ни в коем случае Его нельзя Недооценивать Учитывая Что здесь есть Достаточно Тонкие Два саппорта И вполне Уязвимые То вполне Невозможно Что антимаг Их может Сожрать Опять же Да Есть ульта Винтерверна Да Есть Телекинез Которую Можно как-то Это замедлить Но теоретически Антимаг Может Без проблем Эти герои В принципе Хотя Ну нет С проблемой Все-таки Но победить Он их состояние Так что Надо будет Многое зависеть Будет Здесь От гирокоптера Скорее всего Я этого героя Не слишком люблю Но В принципе Он показывает себя Достаточно Эффективным Просто Как-то так сложилось Что у меня Какие-то личные Личные неприязни К нему Ну и ждем Не люблю я ждать На самом деле Вот так долго Потому что Ну Ну Обещают Скоро Скоро Обещают Отжать Это Естественно Хорошо Да Ну Три фрага Забрала Виндрейнджер Но пока что Она не так сильно Отрывается По крайней мере Антимаг Очень серьезно И преследует Но опять же Проблема в том Что Антимаг Это в ее же команде То есть В принципе Преследование Это не так важно Важно Чтобы Темплар Ассасин И гирокоптер Что-то вывезли Но пока что Мы видим Что Темплар Ассасин Отстала Даже от Клокверка Который чувствует себя На самом деле Очень даже неплохо Учитывая Что тот же Спиритбрекер Почти в два раза Менее Полезный Ну Менее ценный Наверное Неправильнее сказать Опять же С точки зрения Полезности Пока что Спиритбрекер Естественно Поважнее Он как-то Активно гангает Сейчас возможно Можно было Не отжимать Разгон И попробовать Убить кого-то из них Но опять же У Дизраптора Не было мана Чтобы Глимпсом Вернуть на базу Рубика Если вернуть на базу Можно было просто убивать Но пока что Этого не получилось Как мы видим Да Ну ждем Опять же Довольно долго Герокоптер Кстати Теперь подключается Возможно это личная его проблема Обычно Какие-то говорят Про реборн Это все быстро Решается Но у Герокоптера Какие-то явно Более серьезные проблемы Поэтому Единственное Я не совсем понимаю Почему Называется команда Ну Как бы СССР Но здесь Она отмечена Как-то По-другому Так что Будем ждать Опять же Да Вернулся Герокоптер Отжимается пауза И Смотрим Будет ли Какое-то развитие Получит ли вообще Эта ситуация в мире Потому что Довольно много героев Сюда перетянулись И стоит с другой стороны По идее Могла быть зарубана Судя по всему Не будет Опять же Рубик Да Спиритбрейкер Не знаю Что они делают Что они делают Зачем они это делают И что они делают Доминейтинг Да Тем временем Доминейтинг Становится у нас Да В Клокверка Здесь Был разгон Но добить его Не получится Опять же Виндрейнджер Слишком далеко было Возможно Если бы она сразу пошла Но опять же Доминейтинг Это уже серьезненькая проблема И Как бы Четыре фрага Просто отдать Этой Верке И я не понимаю Что сейчас бы Сделал Рубик Зачем Если он мог Просто разбить Эту руну Но он судя по всему Планировал потянуть время Пока его Темплар-ассасин Не перетянется И не заберет ее Но она не успевала Явно То есть Спиритбрейкер Там было два варианта И этот доминейтинг На восьмой минуте У Виндрейнджер Если так продолжится Естественно Ничем хорошим Это не закончится Для команды СCBC Да Опять же Смотрим В миде Клокверк Имеет хукшот Левел 6 Возможно будет Какая-то инициация По идее Если он попадет Виндрейнджер То с высокой долей Вероятности Она здесь погибнет Но судя по всему Он направляется Куда-то наверх Попытается что ли Вчетвером Забрать Несчастного шейкера Кстати да Я не отметил этого Но я так подумал Ничего не сказал Шейкер у нас стоял Соло И был саппорт Так Смотрим Сейчас должно быть Да Виндер Виверна Показывает Чудеса Вроде просто Тимплей Потому что Она отводит Крипа туда Где стоял Клокверк в засаде Я не знаю Зачем это было сделано И вообще К чему дал Вот зачем Как это вообще Я не понимаю Да Это было крайне необдуманно И естественно Ничем это не заканчивается Но здесь Дизайса Глимс И судя по всему Дизраптор здесь Может по идее Погибнуть У него есть хоста Но хукшот Хукшот он попадает И даже Коги не стал ставить Да Просто батареями Расстреливает Это 4-1 Становится счет Я не знаю Что делать Дизраптор Видимо он решил Что раз у него хоста Он абсолютно Делать может все Что захочет Пошло за медло По виндрейнджер Опять же рядом Здесь на подхвате Спиритбрейкер Но с другой стороны У ССВС Здесь 4 героя Нет не 4 Тут все пятеро Да Серьезно Плюс прошивает Того же гирокоптера Но есть кулдаун По идее Если бы Клокверк Не потратил Хукшот Сейчас могла бы быть Достаточно интересная драка Но без хукшота Тут довольно сложно Заинициировать Да есть всякие рубики Есть кулдауны Но мне кажется Что Клокверк очевидно Самый интересный Инициатор в этом Матче И мы видим Что виндрейнджер Антимаг По прежнему Первое второе место Гирокоптер И Темплар Сассин Второе Нет 3-4 Так что Ну Так что тут С гирокоптером А гирокоптер выформлял Лиса Я понял Так и что Будет попытка Пошел разгон Пошел глимс Не знаю Почему именно так Но по идее Как они убивать ее будут Я на самом деле Не совсем знаю А вот так вот Будут убивать Да Остается у нее Буквально 80 хп Судя по всему Следующий Пауэршот Ее добьет Нет Ее подсейвили Да опять же Профессиональная команда Которая не возит С собой Никаких просветок Учитывая что Они идут Гонгать Темплар Сассин Видимо Расчет был на то Что они даже Инвизну ее Как-то АОЕ закидают Но как видим Не закидали Я не знаю Зачем они так сделали И вот Темплар Сассин Как-то не слишком Улучшаются Пока показатели Пока что Она по-прежнему Очень серьезно Отстает от своего Оппонента Виндрейнджер Да она больше Не погибала Насколько я понимаю У нее всего Одна смерть Или две Две наверное Нет одна И три смерти У Рубика Но Рубик Вообще как-то Странно себя повел Я не знаю Зачем это было сделано Вот эта Отдача за Руну ДД Была в общем-то Не обязательно Учитывая что Он ее еще Не забрал себе Виндрейнджер Имеет она Инвиз Возможно Как-то сейчас Она инициировать Будет Потому что Драка В принципе В миде Ситуация Постоянно обостренная По идее Можно было У нее есть Фукус файер Так что Рефракшн Здесь не очень Сильно будет Помогать Но она спалила Этот инвиз Так что Теперь вряд ли Можно было Попробовать Зайти за крипов За Темплара Ассасина Как-то вот отсюда Попробовать Привязать Ну допустим Не к катапульте А к какому-нибудь Крипу Но она почему-то Решила что Лучше так не делать Шейкер Опять-опять Опасно Перетягивается Кстати на самом деле Достаточно опасная Игра от всех саппортов Но Темплара Ассасина Здесь по идее Неплохо Выформит Опять же возможно Вот этот момент Когда Темплар Ассасин Сможет как-то Выровняться по фарму Но опять же На линии в это время Виндрейнджер У нее есть фокус файер По идее Она могла бы попробовать Прессингануть вышку Тем самым заставить сюда Хоть кого-то перетянуться Потому что Ей по идее Не слишком-то выгодно Стоять просто соло Ей более важно Чтобы кто-то против нее стоял Потому что Она сама по себе Достаточно мощный герой И ей Только лучше Если есть кого прессинговать Но Нет Она не юзает фокус файер Она просто пушит Рубик совершенно без маны Перетягивается кстати И судя по всему Рубик четвертый раз умирает Да Единственное дерево Которое оставалось Рубик его просто нашел Это четвертая смерть Насколько я помню От Рубика Да 4-1 у него счет Лол Лол Что здесь еще с тобой происходит Клокверк здесь где-то погиб И на топе тут продолжается Еще какая-то движуха Нет Не продолжается Опять же Но мы явно смотрели За более интересной Хотя нет Как раз таки возможно Клокверка забирали поинтереснее Потому что Смерть Рубика была Какая-то слишком уж странная Я вообще не помню Не знаю Не знаю я такого игрока К сожалению Возможно просто не помню Возможно Хотя наверное Там может Вполне возможно Что Рубик это и есть Техкапитан По крайней мере У него какой-то есть Хотя бы тег Ну не знаю Сложно сказать Так И что Будет попытка забрать Этого шейкера Потому что шейкер Чувствует себя естественно Очень хорошо У него 0-0-0 У него до блинка Еще очень далеко Конечно У него есть Солринг Залетает в него Клокверк Клокверк ставит Отличные коги Судя по всему Два телепорта Тепается прямо на коги Надо сказать Прилетает Просто отталкивает их И Клокверк Будет ли погибать Кто второй тп отменил Спиритбрекер прибегает И должен Нет Ультимейта у него нет Винтроверна Очень серьезно просевшая Также очень серьезно просевшая Отличный пауэршот И минус 2 Да Виккедсик У нас имеет уже Так подождите А нет 7 фрагов у нас Я что-то подумал Ну да там 8 уже 7 фрагов Из 8 У нас имеет Виндрейнджер Естественно Она Это Ничем хорошим Не закончится Для ССВС В итоге Они будут Я не знаю Как они будут Сражаться с Отфижиной Виндрейнджер Опять же На 14-й минуте Появляется Баттлфури Он антимага У него есть Также ботинок Да не Грейшин Но Все равно Это уже приятно Рубик Есть инфа По Рубику Есть инфа По Курьеру Курьер Нет не Курьер Значит Рубик Есть Незерстрайк По идее Но если Бажа будет Нет По идее Здесь погибнет Просто Спиритбрекер Сюда перетягивается Также Гирокоптер Да Поставил ракетку Ну и Ой-ой-ой Клокверк Что за машина смерти Клокверк застелил просто ракеткой Но это 8-3 Давайте посмотрим Что там по графикам По графикам мы видим Что около полутора тысяч Ведут по XP БС По золоту По золоту Чуть больше двух Ну такое себе То есть преимущество В принципе серьезное Для такой минуты Но играбельно Ничего страшного Еще не происходит Главное Для SCVC Просто не переставать бороться Потому что Как бы Отыграться еще можно Опять же У вас есть Клокверк Который в принципе Неплохо себя чувствует Гирокоптер Ну Templar Assassin Да Вот он Templar Assassin Есть некоторые проблемы Но она же Битл Джус Она должна Клоквер залетает Неплохой залет Но Как Дальше Кстати Глимс наверное был Излишний Они здесь явно не погибали А вот Клокверк мог бы Здесь и остаться Проблема в том Что Templar Assassin Пока что никак не может Под этого Клокверка Сыграть Потому что Во-первых У нее пассивка Достаточно такая Не в 4 вкачанная Скажем так Поэтому у нее рейндж Слабенький Рубик в очередной раз Погиб Я пропустил К сожалению Это для Рубика Пятая или шестая Пятая смерть 0-5-2 То есть когда есть 9 фрагов Команды врага 5 от твоей Я думаю Надо как-то Попробовать Все таки Немножечко по сейвобе Поиграть Что здесь явно Что-то не так И 9-3 Счет Пока что Нельзя сказать Что команда БС прямо так Доминирует Но на карте Они чувствуют явное Себя уверение Да Антимаг продолжает Фармить У него уже ПТ появилось После Баттлфюри И не знаю Будет ли это тот Антимаг Который разорвет Потому что по идее Сейчас у него Все идет к тому Что он сможет Просто положить на лопатки Командой СВС А Антимаг Это тот герой Который в принципе Это без проблем Может сделать Так Клоквер Спиритбрейкер По идее Спалил его Пошел разгон Спиритбрейкера Странно работает Не надо Не стоило Биться об Коге Возможно столько раз Антимаг Перетянулся сюда Это судя по всему Опять смерть Рубика У Манавоид Есть кстати У Рубика Можно было прыгнуть Добрать его Но Побоялся Кстати тут Тупо одной тычки Не хватило Если бы он Прыгнул Здесь на топе Драка По колдаун Погибает герокоптер Очень серьезно Просевший Тэмблорсасин И Шейкер Шейкер погибает Виндрейнджер Нет Погибает судя по всему Еще и Дизраптор Да Дизраптор Погибает И Даблкил забирает У нас товарища Битлджуус Который Ну Начинает Пытаться По крайней мере Реабилитироваться У него 2-1-2 Уже есть счет Плюс Я не знаю Почему Виндрейнджер Так побоялась По идее Она могла продолжить драку Возможно Она не хочет умирать Пока у нее не появится Аганим Возможно С Аганимом Ей умирать будет Поспокойнее По идее Она могла попробовать Зафокусить Хотя бы кого-нибудь Ту же Виндерверну Пока Та приморозила С Тэмблорасасин Но Пока что Никак это не закончилось Ничем хорошим Так Что тут на боте На боте У нас стоит антимаг Стоит он со спиритбрейкером Но спиритбрейкер Опять же Как бы сложно сказать Что они стоят вместе Потому что спиритбрейкер Постоянно куда-то ходят Что-то ищут Что-то как-то пытаются Какой-то кипиш навести Это естественно Совершенно верно Именно так и надо И Что тут Рубик Рубик Ага Рубик не будет умирать На этот раз Думал что он опять погибнет По идее Он мог это сделать Но Судя по всему Нет Так а что это вообще За Крутая Штука Что ему меняет Значок ультимейта Я тоже такое хочу Ну да ладно Не суть важна Появился аганим у нас Винрейнджер Теперь она еще более опасная Во-первых За счет кулдауна Во-вторых За счет того Что меньше дэмэджа Так Дизраптор заходит Чтобы поставить варты Судя по всему Никуда он отсюда не уходит Кстати кстати Ставят статик шторм Здесь погибать будет Рубик Рубик погибает И судя по всему Темплар асасин тоже погибает Отличный размин на самом деле Дизраптор совершенно верно Выбрал тактику Не убегания А контрнинициации Естественно Мы видим Она сработала 12-6 С счет в два раза Ровно БС обходит своих оппонентов И 15 тысяч Мы видим по экспе Ой 15 Что я вообще говорю 1500 И Ну около 2000 По золоту То есть преимущество Опять же есть Но оно не растет А время то идет То есть по идее ССВС Все еще Под контролем На самом деле Я не знаю Не уверен Что они так уж Прямо проигрывают Да по фрагам Они имеют Некоторые трудности Особенно трудности Имеет судя по всему Герокоптер Но Герокоптер дает Кулдау на отходе И Нет ВРка все таки Успевает его убить Но никуда она Сюда не уйдет Она дает Год лайк свой Никому не отдает Кстати Разделено было Золото Кстати что странно Я думал Клокверк ее явно забирает Считывая что батарею Его били Но Да Год лайк Это проблема Естественно 9-1-1 Счет у нас Виндрейнджер Отрезают Несчастного Рубика Рубик опять Судя по всему Будет погибать Тендерстрайк Он украл Нет Рубик выжил Ну Оделался легким испугом Можно сказать Потому что Да Опять же Украл он Не очень хороший Скилл для себя Но Пока что у Рубика Все очень печально У него достаточно Фидерский счет 1-6-3 Я не знаю Где он этот Один несчастный фраг Все таки смог добыть Вернее Я уже не помню Но вот Смерть Виндрейнджера Была крайне обязательна Я понимаю Что гирокоптера Убить очень хотелось Но возможно Не стоило Оно того Особенно Ну хотя Если бы гирокоптер Забрался Гудлайк Тогда было бы печально А так Ну сносно Да Антимаг продолжает фармить На топе В лесу Вернее Дизраптор И шейкер Похоже будут иметь Некоторые трудности Вернее возможно Что это было Зачем Дизраптор Просто так Это Глимс Прожал Да Но здесь они скорее всего погибнут Да Отличный колдаун Нет Да Еще и хукшоты Это минус 2 саппорта Фиссуру Кстати Украл у нас так же Рубик По идее Можно было попробовать продолжить Забегает спирит брекер Зачем он сюда прибежал Лол И сейчас Верка Если погибнет Из-за этого товарища То это будет конечно Полный провал Хукшота естественно нет Фиссура есть Но ей уже не достать Драка Естественно крайне печальная 3 в 1 Для БС По идее печально Все может закончить На самом деле Вот этот фит Который я говорил В начале игры Этой Виндрейджер По сути ничего не дал Она пока что не так уж сильно овнет Да Она довольно серьезно Обходит по фарму Своих оппонентов Но Не могу сказать Чтобы она как-то Сильно вырывалась Возможно Но нет Да кстати мы видим Что команда ССВС Судя по всему Планирует Продолжить Агрессивные действия На топе Они выходят В спин Виндрейджера Дизраптера По идее Они могут Очень удачно Подраться Дизраптер здесь погибает Так Виндран прожала У нас уже Виндрейджера И она по идее Может здесь еще и погибнуть А совершенно нет Маны у нас У товарища Рубика Я не знаю вообще Но Рубик пока что Да Опять забегает Спиритбрекер У него есть Незерстрайк Но реализовать его Естественно никак не получится Был ультимейт у Виндреверна Возможно стоило на кого-то Хотя бы на Шейкера Накинуть его Но Опять же Я не понимаю Что делает Спиритбрекер Он очень опасно забегает Ему сейчас повезло Что его не убили Но в следующий раз Может не повезти Опять же Виндрейджер спасло только то Что у Рубика не было маны Что за привязки вообще такие Пошел фокус фаер по Рубику Но Должна отходить сюда Виндрейджер Спиритбрекер разгоняется Должен какой-то Либо Незерстрайк дать Либо Хоть что-то дать Нет Он ничего не даст Он просто погибнет Да Погибает Здесь также привязали Виндреверну Виндреверну тоже будет проседать Скорее всего Отличный ультимейт по Виндрейджеру И Выживает Виндреверну Опять же Драки какие-то довольно слабенькие На самом деле Для одной и для другой команды Шейкер здесь по идее Может погибнуть Опять же Блинк довольно скоро откатится Ну нет Опять же Под Д2 лезть не хочется Естественно 14-12 стал счет На самом деле СССР Полностью отыграли То количество фрагов Которые они проигрывали Сейчас у них уже все в порядке Давайте посмотрим Что там по графике вообще происходит А по графике Экспы практически в нуле Голды Та же самая ситуация То есть практически выровнялась игра Что естественно Достаточно интересно Учитывая что я Предполагал что Антимаг и Виндрейджер Все таки будут довольно серьезно Отрываться продолжать по фарму Но мы видим Что ничего такого нету Да Антимаг уже имеет Топ-1 по фарму Но Как бы пока что Это не боевые артефакты Особо То есть Баттлфьюри довольно сложно Назвать таким же боевым Да Есть Яша Да кстати Есть Ультимейт Торп То есть у него скоро будет манта Это может все очень печально На самом деле Закончиться То есть Достаточно ранняя манта Это будет плохо Но смотрим В миде Опять же Эти два боевых саппорта Дизраптор и Шейкер У Шейкера есть блинк У Дизраптора Но пока что ничего нет особо На боте Мы видим Что Какая-то засада была Но опять же Винтерверт Как-то странно делает Она то агрит Крипов ненужных То приводит их куда-то Непонятно куда То ставит два Сентрика Странно Их же два Ну да И походу Это один и тот же Но ничего Бывает опять же У меня такое Постоянно например У меня боковая кнопка На мышке На которую обычно Там все бутыльки Она почему-то Иногда дважды Нажимает И вот я постоянно На себя применяю Хотя хочу не на себя Ну да ладно Клокверк судя по всему Перетягивается так же сюда И будет попытка Забрать Т1 по боту У команды БС Так здесь Фокус файер Твиндрейнджер Кулдаун Но подцепить вряд ли получится Ракета есть конечно Плюс Шейкер отрезает И гирокоптера Не получается подцепить Возвращают гирокоптера С этих шторм Опять же дамаж довольно плотно Запрыгивает у нас Темплар Ассасин Довольно серьезно Надавала по щаму У нас Дизраптер Но опять Шейкер Какой залет Отличный пауэршот Но Шейкер здесь Довольно серьезно будет Погибать Да Минус Минтроверна Минус Шейкер Пока что Минус Дизраптер Также минус гирокоптер Отличный ультенант Антимага Судя по всему Эта драка будет Хотя минус Рубик еще Это уже 3 в 2 размен И Антимаг пытается Добить Клокверка По идее у него Это получится сделать Если он перестанет Убиваться конечно же Абкоги Пошли батарейки Должна привязывать У нас Не получилось Привязать Но сюда прибегает Также Спирит Брекер Это минус 4 Темплар Ассасин Просто убегает В принципе неплохое Начало драки было Но опять же Антимаг Он достаточно мобильный герой И все у него было В порядке 18-14 Еще кстати стал То есть он практически Практически уже выровнялся Остается буквально Чуть-чуть Но Опять же по Графикам Хотя по графикам Преимущество в принципе Возвращается на сторону БС БС кстати пока что И ни разу не отпускали Эту игру прямо что так От контроля Тандерстрайк Да естественно Дизераптор отдает Самый бесполезный Своих скиллов Можно было отлично привязать И отлично привязывать Но опять же Гирокоптер сюда перетянулся Ну нет Судя по всему Общими усилиями Спасли рядового дизераптора Пошел кулдаун Но если он сейчас еще сдохнет То это конечно странно будет Ну да Дизераптор выжил Но опять же Спасали его просто всем силом Тут много чего было нажато Но Да В смоки Юзайт и СВС Судя по всему Будет попытка Какая-то Кого-то загангать Но мы видим Что здесь сплитпушит антимаг Антимаг забрал Т2-вышку И улетает просто Ну на свое же Т2 Потом По той же линии И получается СВС просто потратить Сейчас кучу времени В попытках загангать его Но ничего у них не получится Потому что антимаг Уже фармит свои леса По идее Не могут попытаться Его найти там Но Да У антимага Кстати Остается совсем чуть-чуть До башера Это будет Баттлфью Юри Так Винтерверна Рубик Лол Прыжок Зачем ты развернулся И антимаг здесь погибнет По идее Да Не отпустят его никуда Хотя неплохой статик шторма Антимаг отпрыгивает Забегает сюда Спиритбрекер Отгромное количество Делаем уже минус Виндрейнджер И И все Так Что тут антимага Антимаг выживает Ладно Спиритбрекер в это время Погиб конечно Хотя дезераптор тоже Судя по всему Будет погибать Опять же Отличный бодиблок Возвращает назад Клоперка И Я не знаю Что делает этот Рубик Вообще Рубик Что ты вообще Мать твою делаешь Погибает все-таки У Клоперка И Шекера Шекер погибает И по идее Виндрейнджер Надо отсюда уходить У нее есть фокус фаер По идее Она могла бы Попробовать Но это очень опасно Есть ракеты Есть коги Есть батареи То есть Совершенно не хочется Естественно заходить А судя по всему Ребята из БС планировали Как-то На развороте подраться Но опять же Виндрейнджер Все равно погибает И по идее Виверна здесь останется Да Уйти не вариант Еще и срабатывает баш И просто антимаг Войдом взрывает Это ж Сколько во сколько Вообще драка Четыре Четыре Похоже Потому что Виндрейнджер Тоже мертва А Гирокоптер Точно не умеет Ну ладно Не знаю Опять же Эти очень странные Fight Recap Они показывают Достаточно Не всю драку Не все то Что я хотел бы увидеть Но Тем не менее Так что Что можно еще сказать Прилетает Опять В миде Постоянная движуха На этой карте По крайней мере Пока я смотрю Все время В миде Что-то происходит Надо смотреть Опять же Клокверк Пока что Показывает себя Достаточно Интересно У него есть Отражатель уже И вообще В принципе Он залетает Неплохо Да Сейчас он немножко Нагло сыграл И это довольно плохо Закончилось Но на самом деле Если подумать То я бы попробовал То же самое То есть попытка Убить виндрейнджер Да Она конечно Не умещалась успехом Но там бы не хватило Буквально чуть-чуть Плюс возможно Какая-то винтерверна Немножко не доиграла Она там тоже была рядом Там одной тычки не хватило Но она судя по всему Решила не лететь Как-то разворачивалась Уходила Но антимаг К тому же не отпустил Так кстати А что у нас по счету У антимага И у виндрейнджера Виндрейнджер 14-2 Ничего себе И 4-0 Антимаг Ну да Антимаг мы видим Насколько серьезно Уже отрывается по фарму По идее по золоту Должно быть уже Это более-менее Серьезное преимущество Да В районе 4000 преимущества ОБС По XP Больше 5 Дизолятор Докупает себе Темплар Ассасин Антимаг Что этот демон Вообще тьмой делает Но демон тьмы Тут судя по всему И останется По идее Не должны его Никуда отпускать Антимаг отпрыгивает назад Прыгает за ним рубик И ну не должен уйти Да Антимаг добивает Не знаю зачем он отдал Свой доминейтинг Просто так К тому же герокоптеру Это было крайне Неразумно Я вообще не уверен Зачем это было сделано Просто в этом явно Не было никакой Особой необходимости И будем смотреть Чем это все продолжится Потому что пока что Игра достаточно равная И я не могу сказать Чтобы какая-то из команд Явно превосходила Другую По скилу Начинает падать трешан Проседает он Как мы видим Достаточно быстро Опять же есть дизолятор Который Сбивает Армор У нас Рошиху Сюда заходит Шейкер Отличный ультимейт Садик шторм Это будет просто Развал кабинета Забегает также Спиритбрекер Это минус 2 Минус 3 Минус 3 Пока что Все еще Ну герокоптер Конечно воин Воюет Но не по шансам На самом деле Не по шансам Шейкер и антимаг Конечно погибли Я не понял Что еще с антимагом Случилось А антимаг Это все та же смерть Он еще не воскресал Лол Да добивает Кстати БС у нас Рошика Забирает Виндрейнджер У нас А Еггер Просто у нее есть Теперь БКБ Я не знаю Что с ней сейчас делать Надо будет Довольно сложно С ней воевать Опять же смерть антимага Была конечно Фатальная Наверное ошибка Для БС Но не то чтобы фатальная Эта драка Могла закончиться Намного лучше И намного быстрее Если бы там был антимаг Но антимага не было И мы видим Что закончилась Довольно посредственно В итоге драка Которая казалось бы Должна заканчиваться Просто великим И мгновенной смерть Великая мгновенная смерть Для команды из CVC Она заканчивается Ну ничем особо Интересным Ладно Она не заканчивается Рубик 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 В очередной раз погибает А кстати что я увидел Как они его нашли Демоны Тьмы Не знаю как они его увидели Кстати по идее Там глеммер кейп Еще не закончился Хотя были просветки Наверное это были просветки Я просто не увидел их эффекта Но тем не менее Рубик в очередной раз погибает Это раз седьмой Наверное уже Или восьмой А десятый раз Даже вот так вот Ну да Печальная фидерская игра Пока что от Рубика А антимаг продолжает сплит пушить Он за сплит пушил бот Т3 тауэр наполовину просевший За сплит пушил топ Тут Т2 тауэр наполовину просевший Но мид он пока что особо не заглядывает Винтер верно запрыгивает Очень странно С блинк даггера И судя по всему Винтер верно отсюда не уйдет Незер стайк Баж будет Залетает также клоппер Хотя судя по всему За Винтер верно Планируется воевать Шекер погибает Спирит брейкер погибает Статик шторм кстати Очень неплохой Но опять же Виндрейнджер здесь Как-то воюет Одна против всех И судя по всему Недолго она будет воевать Скоро после Аегиса Она встанет По идее Клопперк ее не должен Отсюда никуда особо выпустить Да Есть батарея Есть отражатель По идее Она не должна уйти К тому же Она прожал Виндран сразу Юзает на нее инвиз Вернее Она сама на себя У нее была руна инвиза Да это печально на самом деле Возможно Как-то Ага А был Сентрик Вот даже так Лол Винтер Виверна Лол Они видели ее Но просветок Опять же нет Хотя она юзает Виндран сбивая себе инвиз Но опять же Блинк Виндран И как вы ее здесь ловить будете Я не знаю Летит за ней ракета Ракета естественно ускоряется Кстати по идее Если она сейчас будет Сжать телепорт И Ну что Они планируют продолжать Бежать вообще за ней Да Видел ли они Куда залетела Клокверк туда залетает Это все таки минус Виндранжер Опять же Откатился у нее Хотя фокус фаер БКБ И никто не достает Никто не может спасти его Лол Вол Что за Клокверк вообще Ну я думаю Ему пора играть Не знаю В казино Потому что как он здесь выжил Я просто не представляю Виндранжер все таки Погибает Хотя это погоня была просто Конечно Голливудская Но Правда Право не знаю Что это вообще такое Да это группа Е На самом деле Группового Групп Кап И будем смотреть На самом деле Сегодня я думаю Еще два матча будет Опять же По идее Ну вернее там как бы Они идут ССВС в общем Мы будем матчи смотреть Так как я их хотя бы знаю Я как бы с их капитаном Списывался с самого начального Так что я думаю Именно их пара команд Будем брать Но опять же Пока что они показывают Что они достаточно опытная команда И даже проигрывая Они способны Как-то сопротивляться Да Но пока что На самом деле Мне не нравится Как Рубик отыгрывает Но опять же Это саппорт Так что ничего страшного В том что он умирает Нет Да Он сделает это излишне много Возможно Но я не думаю Что это крайне печально Опять же Нетворс Той же Темплар Ассасин Вот это по-настоящему печально Потому что она очень серьезно Отстает от своего оппонента В миде Виндрейнджер И так же серьезно Ну нет Явно не так же серьезно Отстает от антимага Антимаг кстати убивает Рубика Здесь неплохой Кстати ультимейт От Винтерверна Погибает сам антимаг Но фокус файер Юзается по гирокоптеру Гирокоптер почти погибает Лол добить гирокоптера Добивает гирокоптера Погибает здесь также дизраптор И виндрейнджер пытается уйти Прибегает спирит брейкер Уходит в инвиз И опять же Отсутствие каких-либо просветок Пока что делает крайне печально Игру для обеих команд Да Не дали ультануть у нас спирит брейкеру Погибает спирит брейкер 3 в 2 размена Самый для СВС Для них это наверное неплохо Опять же да Они потеряли гирокоптера Что печально Возможно им не стоило Пытаться драться После того как он так серьезно просил Надо было попытаться отойти Но все равно Так Ну кстати Клокопер Ничего не боится Да у него есть аганим Практически Ну да Не есть аганим Еще тысяча до аганима То есть с аганимом Он будет естественно Еще поинтереснее Будет часто хукшот давать Что у нас тут по закупу Давайте вообще по закупу Пробежимся Глимер кейп у нас есть У спирит брейкера Эр шрекер Имеет у нас пока что солринг Так здесь Погибать пытается клокоптер Но и Привязать его не получилось Нет все таки все нормально С ним Так на ком я там остановился Антимаг Антимаг обислый имеет Ух ты ничего себе Кстати я так и не понял Возможно ему стоит Все таки сосредоточиться На своем собственном выживании Потому что раска ему Явно бы не помешала То что он погибает Да привязывает Господи к чему привязала Эту винтерверну Не к дереву Ее привязала к крипу Это вообще законно Так здесь кстати Есть инфа по темплар ассасин Темплар ассасин Блинкаут и уходят Возможно Могла попробовать курьера убить И Рубик ставит Паузу У нас вылетает Клокверк Ну ждем Когда вернется У нас товарищ Клоквер Но опять же Проблемы у всех бывают Постоянно Да Шекер конечно шутит Но Клокверк Переподключается Судя по всему Это не той лет тайм И да Предлагают Продолжать гирокоптер Ну я понял Это была не шутка Ну гоу Пишет антимаг Все таки возвращается В игру Кто то там У кого то Элит тайм Опять же Очень интересная Сборка на самом деле У антимага У него сразу Абисал И не часто я вижу Такое Хотя Это заслуживает Естественно Хотя с таким Нетворсом Я бы наверное То же самое Рекомендовал сделать Хотя с другой Опять же Это сделано все потому Что Сама Темплар ассасин Готова драться Здесь судя по всему Будет погибать Гирокоптер Абисал разбивается Я не знаю Почему неизвается Манта с самого начала И я не знаю Почему Никаких причин Я на это не вижу Еще и баш срабатывает Погибает Гирокоптер здесь Естественно Никакой помощи А что с Винтерверной Произошло Когда она А Ее когда привязала Вот здесь вот Она вот здесь вот Находилась Ее с вот этой стороны Привязывает Ну рисуй Вот сюда Как такое вообще Может быть Я вообще не знаю Да Какая-то странно рисует Фукусмайер пошел по Рубику Рубик в очередной раз Погибает У него был виндран И блинкаут И уходят Лол шейкер заходит Раскостовой Техослэм Тотем И Что Серьезно просевший У нас Клоквер Клоквер будет Скорее всего погибать Незерстрайк Незерстрайк Ой-ой-ой Как неприятно Все в коках Оставляются И должна нарезать Неплохо у нас Темплар ассасин Темплар ассасин Предпочитает Попытаться убежать Но вряд ли у нее Это получится Здесь опять Шестерк шторм Возвращают ее И погибает Байбэк был от Винтерверна Это минус 5 Плюс байбэк Естественно Это крайне Прискорбная вещь Вот такая вот Так Ага Так Осмотрим Я тут немножко Отвлекся Ой Да я тут серьезно Пропустил Минус 3 Уже опять В очередной раз У СССР Виндрейнджер Пытается убежать Кстати Виндрейнджер На самом деле Настолько Порывки героев В данной ситуации Он сравним На самом деле Для меня лично Только с паком Потому что Только это Товарищи Практически Можно понять А я смотрю на эту ВР И понимаю Что ее тупо Не получается Словить Никак 3626 Счет Давайте посмотрим Что у нас По графикам По графикам Ой-ой-ой БС более 15 тысяч По XP По золоту Более 7,5 Естественно Это преимущество Это преимущество Крайне серьезное Плюс Очень серьезное СССР Подфидели Плюс Байбеки Ненужные Я не знаю То есть Все крайне печально Сейчас Что там у антимага Антимаг Докупай себе Ривер Если у него появится Тараска То по идее Он становится Практически неуязвим Для СССР Потому что Это только силы Всех вообще Героев Они смогут Его попытаться Убить И вопрос Как бы Только попытаться Как у них Это получится Это большой вопрос Но Пока что Антимаг Выглядит очень серьезно И просто ему Противодействовать По сути некому Гирокоптер Очень беспощадно Отстал Плюс сам по себе Герой Гирокоптер Мне нравится Ну не знаю Меньше Поэтому И кажется мне Что он послабее Рубик Что ты хочешь Опять Где пришли Нет Рубик не хочет Улетает на топ Так В миде Виндрейнджер Собирает Инфу какую-то Здесь Клокверк У нас В кустах Знаете Как рояль В кустах Говорят А тут Клоквер В кустах Сейчас посмотрим Как этот рояль В кустах Будет себя реализовывать Судя по всему Никак Лол Фурстав Получает Стан Коги И судя по всему Будет погибать Виндрейнджер Хотя отличный Статик Шторм БКБ От Виндрейнджер Юзает она Погибает Дезераптор Но не получилось Добить А где шейкер А он тут же умер Что-то я не увидел Как шейкер умер На привязать Не получилось Клокверка На самом деле В р к это очень Хороший Пока что И крайне эффективную Игру Показывают Потому что я не знаю Просто Настолько Мансящего героя Я давно не видел Да в р к они Сами по себе Все практически такие Но в этой Мы видим затар Такой очень мобильный То есть есть Блинк Есть БКБ Есть Ну то есть БКБ Это не совсем Мансящий конечно Артефакт Что у нас делает Антимаг Антимаг Судя по всему Хочет очень сильно Себе Тараску Естественно Я думаю Вся команда БС хочет Чтобы на этом Антимаге появилась Чего Комментатор событий Я не понял Ну да ладно Опять же Ребят На самом деле Сейчас такой Довольно Стрёмный Стримичанский Потому что Я не слышу Звуков из доты Для меня это Крайне Не знаю Дезориентирует Я думаю Если вы играли Когда-нибудь Крайне РФКС То же самое Так Залетает Клокверк Виндрейнджер Виндрейнджер Резает БКБ И фокус файра Судя по всему Клокверку будет Крайне неприятно Форстафа Этого И она уходит Она уходит Возвращает Клокверка Назад Так Герокоптер После кулдауна Продолжает нарезать Очень больно Залетает Дезораптер Дезораптер погибает Шейкер Шейкер Тычка залетает И ваншот И остается Нет Да Долетает Еще одна тычка И что-то начался Обратный фит Теперь фитит Команда БС Просто по одному Подходит Отдаются как-то Да Виндрейнджер Своё не подсеверит Что естественно Стоило того Но Как бы Не Ну да Стоило того Конечно Отдаться самим Чтобы Виндрейнджер Выжил А в принципе Это разумно Если бы умер Один из саппортов Было бы вообще хорошо И начинает Подать Рошану Рошану пойдет Очень быстро По идее Но опять же Здесь есть такой товарищ Как антимаг Который Не знаю Боится Пушить дальше Естественно У него нет информации По тому Где находится Команда SCBC SCBC забирает В это время Рошана Рошан очень серьезно Уже просевший Он сейчас упадет Заберет его Скорее всего Темплар осасин Или гирокоптер Гирокоптер Да И Тараску В этот же момент Докупает антимаг Теперь у него 3000 хп Я не знаю Как бы Плюс реген То есть он может Два раза за драку Просесть практически До фулл хп До лоу хп От блинка Наутся куда-нибудь От регенца И вернуться Вот за счет этого Я не знаю То есть так Сларки какие-нибудь Делают в эрли гейме Но в лейт гейме Так будет делать Например Этот антимаг Сейчас Потому что 3000 хп Это достаточно Не то чтобы Прям очень много То есть он сбивать Будет на регенца Ну смотрим Опять же Драки должны быть Достаточно серьезные Опять же Я не знаю Как БС поведут себя В драке 5 на 5 Пока что они Прям так уж 5 на 5 Дерутся достаточно мало Потому что Ну и CVC Как-то избегают драк Пока что 5 на 5 Это естественно разумно Учитывая какие здесь скиллы То есть Много чего А у Ешного Эхо слэм Статик шторм Плюс Очень много грязи Сделает в эрка То есть довольно неприятно Драться 5 на 5 А вот 3 на 1 Это хорошо драться Естественно это правильно Абсолютно стратегия И надо CVC продолжать Придерживаться ее Но пока что они Вот эту одну Которую пытаются забрать В 3 Это виндрейнджер Которую во-первых Не так просто забрать Во-вторых У нее всегда на подхвате Два саппорта стоят Которая естественно понимает Что ее забрать Проще всего сейчас Учитывая что Антимага Манта ставил И Тараска То есть его попробуй Забери еще Но Сейчас посмотрим Опять же Пушится Линия по топу Судя по всему Будет Возможно Будет Нет Вряд ли Виндреверна далеко По идее CVC Не должны пытаться драться На топе Плюс улетает отсюда Рубик Забирает он Блинки естественно И Т3 упал Так здесь Виндреверна погибает Моментально просто Умерла кстати Антимаг не бегай за Рубиком Антимаг Что ты делаешь Не заберешь Рубика Вот подпушить барак Он вполне мог Хотя тут в инвиз Рубик был вынужден уходить Так Что тут по топу 37-30 Кстати становится счет И смотрим Антимаг гонится за Клокверком Клокверк езает Хукшот И куда-то по тиммейту Судя по всему Хотел попасть Промахивается Залетает в него Эршейкер Дизейбл 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 И просто минус Вот какова судьба Здесь сейчас Клокверка По идее Ой-ой-ой Баш срабатывает Это минус Гирокоптер Выбивает Аегис Нужно срочно Помогать Нам Пларасасин Готово врываться Сейчас будет БКБ Блинк По идее Или Ну Гирокоптер отсюда Не уйдет Так просто Ему надо срочно Помогать Пытается помочь Нам Пларасасин Но это слишком Вялая помощь И судя по всему Она здесь тоже Решила умереть Даблкил уже имеет Антимаг Это трипл Нет Что-то мне казалось Он БКБ заканчивается Что будут ее искать Ну и есть Блинк Ну под виде Крипает Андерстрайк Повесь Ай-яй-яй Хорошо Виндрейнджер Добивается Типа варшотом И крайне печально Учитывая Что у Гирокоптера У Клокверка И Рубика Никаких байбэков Байбэк есть только У одного героя Это И Виндреверна Если сейчас погибнет То в принципе СССИ проиграет Эту игру Даже если она не погибнет Неплохой ультимейт Спиритбрейкер Кстати может погибнуть Здесь Да Спиритбрейкер погибает Но Виндреверна Скорее всего Тоже отсюда не уйдет Мидлейн упал Ботлейн практически упал И без двух линий Я не знаю Как здесь отдэфиться Спиритбрейкер Выкопился Берет разгон Судя по всему На тропу Вместе он вышел Да Милиш на барак Тоже упадет И по идее Можно было попробовать Как-то прессингануть Но я не думаю Что они пойдут на топ Слишком может это опасно О Антимаг прыгает дальше Антимаг Антимаг Что ты делаешь Ну не знаю Шекер просто здесь погибает Это странно Виндреверна тоже погибает Но я не знаю Зачем они сейчас это делают Возможно стоило просто Мирно отойти Но Антимага тут практически Не убить Тупление практически Тоже упало И судя по всему Севиси не в состоянии Ее здесь отдэфить По антимагу Здесь много чего залетело Но ему по сути все равно Сейчас у нее подрубится реген Все для него закончится На этом Вся инициация Виндрейджер зацепили И за это на БКБ Возможно на развороте Она должна подраться Клокер залетает у нас в антимага Есть абиссал Антимаг иллюзиями Просто съедает этого клоперка Съедает также Рубика Выпадает еще баш Нет Рубика не съедает Ладно Рубик ушел в инвест Но его Винтерверна Топово подсейвила Конечно И теперь вот Здравствуйте О бля Какой Посмотрите на этого Рубена Как он хочет выжить Ха-ха-ха Лол Вот если по-моему сейчас еще Прыгнуть и добить Ну или просто добить Антимаг еще отпрыгивает За ним летит ракета БКБ И за это у нас гирокомтер Продолжается драка Спиридбрекер против И Виндрейнджер Против всех вообще Но по идее не сильнее Винтерверна Подцепили Ой-ой-ой А что у нее так залетело И КГ SCVC проигрывает эту игру К сожалению БС очень уверенную победу Одерживает Напоминаю Тут было Более 15 тысяч По экспе По голде Та же самая Абсолютная ситуация И ну Хорошая уверенная игра Хорошее уверенное Начало для команд БС И ну Печальное Конечно Начало для SCVC Я даже не знаю Ну не буду никого обвинять В принципе Команда Вроде неплохая Но Пока что Эта игра у них Пошла явно наперекосяк Ну а на этом все Пока что По крайней мере С этим матчем Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok